Нездоровое старение. Российское фирменное блюдо. Короче говоря, если рассматривать в контексте более развитых обществ, то нет абсолютно ничего исключительного в масштабах поседения, с которым Россия столкнется в ближайшие годы. Это очень плохие новости для России, потому что здоровье пожилых мужчин и женщин в России исключительно плохое. Пожилые люди, как правило, слабее и хрупче, чем молодые люди в любом обществе, но пожилые люди в России необычайно нездоровы и немощны. Для России перспектива масштабного старения населения почти наверняка предвещает серьезный рост истощения и зависимости, надвигающуюся реальность, с которой российское общество и российская политика будут вынуждены бороться. В Западной Европе, Северной Америке и на остальном богатом Западе последние несколько поколений были периодом постепенного и заметного улучшения состояния здоровья пожилых людей. Насколько мы можем судить, в последние десятилетия для большинства современных обществ, как богатых, так и бедных, было характерно постоянное и значимое улучшение состояния здоровья пожилых людей. Россия, однако, представляет собой поразительное исключение из этого общего глобального правила. Затруднительное положение России подчеркивается долгосрочными тенденциями в ожидаемой продолжительности жизни людей в возрасте 65 лет. Согласно оценкам исследователей, в рамках проекта «База данных человеческой смертности» за период с 1965 по 2006 год ожидаемая продолжительность жизни в России в возрасте 65 лет снизилась как у мужчин, так и у женщин. Для пожилых российских мужчин предполагаемое снижение падения чуть более на один год составило сокращение почти на одну десятую их оставшейся продолжительности жизни, более чем тривиальное сокращение на этом этапе жизни. Пожилые женщины в России также столкнулись с сокращением ожидаемой продолжительности жизни, хотя и в менее серьезных масштабах. Вы прослушали начальные строки данной статьи. Целиком эту статью читайте из текстового файла, ссылка на который дана в описании ролика. Также там найдете ссылки на всю книгу на русском и на ее оригинал на английском. Благодарю за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!